МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мероприятиях, посвященных Дню инвалидов, который проходил 3 декабря, выдавали сертификаты на получение компенсации инвалидам. Расскажите об этом подробнее. Да, на самом деле на мероприятиях, которые проходили 3 декабря на Ленина 25, инвалидам Великой Отечественной войны выдавались сертификаты на получение компенсации. Выплата этой компенсации предусмотрена статьей 19 закона города Севастополя номер 106 от 23 января 2015 года, которая гласит о том, что инвалиды, которые состояли в очереди на получение автомобиля в органах социальной защиты населения по состоянию на 21 февраля 2014 года, имеют право на получение компенсации. Размер этой компенсации меняется в зависимости от категории инвалидов и составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Ранее, согласно действующему законодательству на тот момент, в органах социальной защиты населения существовало три очереди. Так называемые лица, которые имели право на внеочередное обеспечение автомобилем, это инвалиды войны, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. Этой категории граждан предусмотрена выплата компенсации в размере 200 тысяч рублей. Те лица, которые стояли на первоочередное обеспечение автомобилем, это инвалиды войны, например, те, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей. Это так называемые приравненные категории. Определенные категории чернобыльцев, они имеют право на компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Общая очередь, куда входили инвалиды остальных категорий, в том числе семьи, имеющие детей инвалидов, эти категории граждан получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Недавно со всем постановлением правительства Севастополя принят порядок выплаты компенсации имеющим право на автомобиль. Средств предусмотрено в бюджете города Севастополя в объеме 29,5 миллионов рублей. По состоянию на 21 февраля всего стояло на очереди 262 инвалида. Поэтому сейчас задача наших управлений труда и социальной защиты населения в кратчайшие сроки помочь гражданам собрать необходимый комплект документов и обеспечить до конца текущего года эту выплату. То есть, как я уже сказала, куда надо обращаться лицам? Надо обращаться непосредственно в управление труда и социальной защиты населения города Севастополя с определенным комплектом документов. Ну, в первую очередь, это, конечно, заявление, кроме этого, копия паспорта, которая подтверждает личность заявителя и факты его проживания на территории города Севастополя. Справочка МСЭ об инвалидности, документ, подтверждающий льготную категорию. Это может быть, например, удостоверение. И обязательно, если вместо непосредственно инвалида обращается законный представитель, необходимы документы, подтверждающие личность обратившегося. То есть, это копия паспорта и документы, подтверждающие его полномочия. Поступают ли заявления на получение новогодних подарков? Ведь уже канун Нового года. И кто имеет право на них? Конечно, поступают заявления, и я хочу немножечко подробнее на этом остановиться. У нас в городе в августе месяце принята общая большая программа социальная поддержка жителей города Севастополя на 15-20-е годы. То мероприятие, о котором я рассказывала, выплата компенсации инвалидам за автомобиль, это тоже одно из мероприятий программы. И также предоставление подарков отдельным льготным категориям деток, это тоже одно из мероприятий нашей программы социальной поддержки жителей города Севастополя. Также утвержден порядок обеспечения подарками. Кто имеет право на получение? Это дети-инвалиды. Ну, во-первых, детки ограничения возраста до 14 лет. Дети-инвалиды, дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской станции. Это дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения. Дети из многодетных семей, из малообеспеченных семей. И дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы уже приобрели подарки новогодние. Более 8 350 штук. В ближайшее время они будут завезены в районное управление труда и социальной защиты населения. И с 10 по 28 декабря будут выдаваться. Обязательно родители, законные представители должны обратиться с заявлением в районное управление труда и социальной защиты населения. И предоставить минимальный комплект документов. Это документ, удостоверяющий личность. То есть это паспорт, свидетельство о рождении ребенка. И документ, подтверждающий его льготную категорию ребенка. Хочу обратить внимание, что все порядки, о которых я буду, о которых я говорила, и о которых я буду говорить, они размещены на нашем официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. В этих порядках утверждены и образцы заявлений, то есть и перечень документов. Если кто-то не успел что-то записать, то может обратиться на наш сайт и получить там полную информацию. А есть ли предельные сроки для подачи этого заявления? До 28 декабря. Как проходит заявочная кампания на получение путевок в детские лагеря на оздоровление детей? Детская оздоровительная кампания. Эти мероприятия также предусмотрены в рамках программы социальной поддержки жителей города Севастополя на 15-20 годы. И проводится она в рамках реализации 114 закона города Севастополя об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление. Тех детей, которые проживают на территории города Севастополя. Мы проанализировали проведение оздоровительной кампании 2015 года и по результатам приняли решение о том, чтобы максимально рано начать заявочную кампанию. Для чего? Для того, чтобы сформировать потребность, в которой нуждаются дети нашего города. И сформировать очередность для того, чтобы можно было без напряжения, без суеты, которая сопровождала оздоровительную кампанию 2015 года, провести следующую кампанию. Вот 1 октября мы заявились. Об этом говорили много раз, в том числе и я, в том числе и в вашей студии. Но, к сожалению, на 1 декабря родители не активно подают заявление. Только 250 человек подали заявление на получение бесплатной путевки в районное управление труда и социальной защиты населения. Это очень мало. Это всего 10% от той численности, которую мы запланировали оздоровить. Поэтому я обращаюсь еще раз к родителям, к законным представителям. Пожалуйста, обращайтесь. Также образцы заявлений и документы есть на нашем сайте. Достаточно прийти в управление соцзащиты и подать заявление. И на основании этих заявлений будет сформирована потребность и очередность. Количество путевок будет ограничено. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте своих детей без возможности отдохнуть. И хотела бы обратить еще раз внимание, хотя все это знают, что Департамент труда и социальной защиты населения является главным распорядителем бюджетных средств и организовывает отдых и оздоровление отдельных категорий детей, которые определены статьей 8.114 закона об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление. Напомните еще раз, родители категории каких детей имеют право на получение бесплатных путевок в детские лагеря? Да, это как раз категория детей, определенная статьей 8. Я их сейчас прямо зачитаю. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды. Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом или психическом развитии. Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий. Дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств. Дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дети из многодетных семей. Дети, проживающие в малоимущих семьях. Дети, состоящие на диспансерном учете. Дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села. 12-я категория, которая определена нашим законом, это талантливые и одаренные дети. В 2015 году Департамент труда и социальной защиты населения являлся главным распредителем средств и покупал путевки для всех категорий детей. На 2016 год предполагается, что именно эту категорию, последнюю, 12-ю талантливых и одаренных будут оздоравливать структурные подразделения правительства по направлениям сферы деятельности. То есть это Департамент образования, Главное управление культуры и охрана объектов культурного наследия и Управление по делам молодежи и спорта. То есть родителям этих талантливых и одаренных детей обращаться в соответствующие подразделения? На сегодня в городе по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Как проходит работа управления, Вашего управления в этих условиях? Как во всем городе, естественно, Департамент труда и социальной защиты населения работает в условиях чрезвычайной ситуации. У нас 9 подведомственных учреждений. Из них несколько учреждений социального обслуживания, которые предоставляют стационарные социальные услуги. Это дом-интернат для инвалидов и престарелых. Это центр социальной и постинтернатной адаптации, в котором проживают в социальной гостинице дети из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения в возрасте от 18 до 23 лет. И несколько отделений центра социальной помощи семье и детям. Это отделение для женщин, которые находятся в кризисной ситуации, и отделение для семей, оказавшихся в кризисной ситуации. Кроме этого, центр содействия семейному воспитанию – это бывший детский дом и социальный приют. В учреждениях социального обслуживания, в которых предоставляются социальные стационарные услуги, они все обеспечены резервными источниками питания. Топливо завозится ежедневно в необходимом количестве, бесплатно. И все учреждения, абсолютно все, в том числе и департамент, работают в штатном режиме. Для оказания помощи социально незащищенным категориям в общем по городу департаментам тоже проводится определенная работа. Но в первую очередь это подготовлен приказ, утвержден и разработан план мероприятий. Мы определили категории, которые относятся к социально незащищенным с целью оказания им возможной социальной помощи. В первую очередь это маломобильные группы населения, ветераны, пенсионеры. Это инвалиды, это семьи, воспитывающие детей инвалидов, многодетные семьи. Составлены списки социально незащищенных категорий. Списки составлялись с участием общественных организаций, ветеранов и инвалидов. Кто привлекается к этой работе. То есть это не только департамент труда и социальной защиты населения и его районные структурные подразделения. Это в том числе наши подведомственные учреждения, это комплексный центр социального обслуживания, это центр социальной помощи семье и детям. Кроме этого к этой работе привлекаются другие структурные подразделения правительства Севастополя. Государственные учреждения, общественные организации, как я сказала, ветеранов и инвалидов и волонтерское движение. Очень нам помогают ветеранские организации, потому что в первую очередь первичные ветеранские организации, они знают нужды, чаяния тех лиц, которые проживают рядом с ними. Мы работаем и по телефонным звонкам, сами обзваниваем по тем спискам, которые мы составили. И если возникает необходимость, то направляем социального работника провести обследование и определить, в чем нуждается человек или волонтеров. Давайте напомним, где в городе располагаются районные собезы и с какими вопросами туда можно обратиться. У нас существует 4 структурных подразделения районных управления труда и социальной защиты населения, которые располагаются по 5 адресам. В Нахимовском районе 2 отделения на Рабочий 3 и на Ливаневского 24. Я сейчас скажу телефончики. Нахимовский район, Рабочая 3, телефон 49 27 79. Ленинский район, площадь восставших 6, телефоны мобильные. Городской телефон я не могу сказать, я не записала, но по любым вопросам в первую очередь можно обращаться и в наш департамент труда и социальной защиты населения. И кроме того, все телефоны, они находятся на нашем официальном сайте. Гагаринский район, проспект Октябрьской революции 8, телефон 41 85 11, Балаклавский район, Урицкого 2, телефон 63 03 45. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Благодарю за компетентное разъяснение и значимую для населения города информацию. Спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, о текущих вопросах говорили с начальником управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Жанной Борисовной Финогеновой. Эфир же телеканала продолжается, важные темы еще впереди. Оставайтесь с нами, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok